Hi my students! Сегодня мы разберём с вами небольшую проблему, которая в ваших головах может вырасти. Хорошая большая проблема. И как хороший кроссворд японский, она будет вам развивать мозги. Это проблема нормировок, нормировки уравнений физических процессов. Но мы знаем, что все законы физики между физическими величинами различными выражаются в форме эфирикальных уравнений. И эти величины физически имеют размерности, исходя из применения системы егениц размерности. И мы выражаем, например, в системе сеть снаряд в уголках, напряжение вольта, ток в амперах и так далее. Ну и длину, соответственно, если у него нет секунды, то есть килограммы возникают вес. Здесь следует отметить, что, естественно, все эти величины имеют разные размерности и существует даже теория размерности, которая помогает даже открывать новые соотношения, соотношения веже величины в сложных процессах, которые не выражаются там, прямо в инфициальном уровне. В свое время знаменитый гений электродинамики Максио сказал, что если удастся, вернее даже не Максио, а Панкаре по отношению уравнения Максио сказал, что если кому-то удастся пронормировать так уравнение Максио, чтобы избавиться от скорости света, то это будет равносильно достижение, которое сделал Копельник во всей физике. То есть все время уравнение электродинамики, уравнение электричества, уравнение поля, как камень предкновения стоит эта величина С скорость света 3 на 10 восьмой метров в секунду, которая мешает выразить все из размеров величины, кладет предел нашему знанию и измевает многочисленную скорость. Избавление в уравнение как скорости света, это вот такая современная задача. О ней, об этой проблеме, еще цитировал эту проблему и ссылался на Панкаре, именитой нашей Академии Коколи, «Успехов физических наук». И если вы будете смотреть на «Успехи физических наук», то вы встретитесь с такими оконами, которые как раз об этом и говорите. Мы с вами в сложные детали не будем вдаваться сегодня. Начнем с простого. Просмотрим мы с вами как физический процесс, расходящий в колебательном контуре, можно пронормировать в безразмерном виде, таким образом, чтобы в уравнении были только штуки и радианы. И никакие ни лапцы, ни пунты, ни стерлинги, а только штуки и радианы. Вот сейчас я начну с того, что покажу эту схему. Вы знаете, что это схема колебательного пункта. Здесь процесс не происходит, он опирается на три закона. Во-первых, это закон ОМА для участка цепи, содержащей сопротивление. Это закон Наксвелла о токе смещения. Закон параде относительно электричества. И поскольку имеется один контур, то кокергопу можно составить уравнение баланса данной цепи. Здесь величины И от Т – это подвольное напряжение, сопряжение в объединении цепи. Ток И от Т – это ток цепи. Р – это сопротивление, соответственно. Л – это индуктивность. И С – это емкость, величина емкость. Ну вот, опираясь вот на эти три простейших соглашения и записывая уравнение диагнозов, можно получить следующее дифференциальное уравнение. Относительно заряда Q. Мы перепишем его в такую же. L на R. Ну, поскольку И равняется DQ по DT, то получается Q со штрихом. Это производная первая. Это вторая производная. И это просто Q на C. И все это равняется Е по одному напряжению, которое в качестве естественной округи. Дальше делим все на L и получаем Q с двумя точками, R на L, Q первая производная, единица на LC на Q равняется Е на L. Дальше замечаем, что собственная частота контура, она связана с параметром единицы на LC. Это омега-булевое в квадрате. Это в случае четвертого контура. Известное ображение. И волновое сопротивление этого контура можно определить как корень и даль на C. Она войдет на волновое сопротивление свободного пространства. Производя некоторые простейшие преобразования, можно выразить вот коэффициент при первой производной R на L в виде. Мы умножим на корень и C и поделим на корень и C, а L представим как корень и D в квадрате. Тогда получается R на волновое сопротивление на омега-булевое в квадрате. Но поскольку умножое сопротивление деленное на R при примере добротность контура, то R на L записывается как собственная частота контура и на добротность. Далее мы переходим к преобразованию величины в L. также домножаем на корень и C, и числите деменанты, и L превращаем корень и D в квадрате. И получаем мы следующее. E на волновое сопротивление на Омеге-квадрате. Мы можем записать, что E на W равняется у сбежающего не только нескольку и нулевое, потому что в размере стока и на круговую частоту и на круговую частоту контура. Таким образом можно уравнение записать в следующем виде. DQ по DT в квадрате, Омега-нулевое делит на Q, DQ по DT плюс Омега-нулевой в квадрате Q, и все это равняется и нулевой на Омега. А E на Омега-нулевое можно представить, поделив на Омега-нулевое и умножив на Омега-нулевое, можно представить как Q, как Q нулевое на Омега-квадрате. Поскольку E на Омега-нулевое имеет размер Q по некоторому исполненному заряду. и умножив на Омега-нулевое. Вот мы видим, что Q нулевое равняется и нулевое на Омега-нулевое. И также можно представить как Q нулевое, как E делить на умноживое сопротивление на Омега-нулевое. Вот такое выражение для возбуждающего заряда. Таким образом, вот выражение мы представляем видео. И делим на Омега-нулевое в квадрате, потому что у нас здесь вот выражение, есть где-то Омега-нулевое в квадрате. Вот оно. И вот оно. То мы его делили в обе части. И получаем следующее. Вот. Единица на Омега-квадрате, D2 по DQ, по DT-квадрате, плюс единица на Q, единица на Омега-нулевое, на DQ по DT, плюс Q равняется Q нулевое. То есть сократилось вот это вот. Не до квадрата сократилось. И таким образом, если теперь, поскольку Омега-нулевое не зависит ни от чего, оно, собственно, считает о контурах, а то лицо такое зависит, то можно вернуть в типо знак Лишерисова. От этого мало что изменится. Тогда получаем вот такое уравнение, еще более простое. И если обозначить Омега-нулевое, как фазу, не крыфазу, радиану, то мы получаем вообще очень красивую уравнение, которое вот здесь вот вверху написано. DQ по DT-квадрате, плюс единица на добротность на DQ по DT-квадрате, плюс Q равняется по 0. И теперь мы знаем, что заряд по Q дискретному, зависит от заряда электрона, его можно представить, как Q электроны, может на n на некоторое число этих электронов, в штуке. Также и по нулевой возбуждающей электроны можно представить, как заряд электрона на n нулевое число возбуждающих электронов. И вот мы наконец получаем следующее уравнение. Относительно числа, для числа электронов, относительно фазы процесса. Уравнение второй порядка. с параметром единицы на 3. Это малый параметр данного процесса. Мы знаем, что такой малый параметр, и как относительно него, можно решение представить. Просто вот такой уравнение, относительно n. здесь далее замечаем, что n ну, заведомо дискретно, это опыты Меликена нам показали, что n всегда делится заряда над дискретно. Это опыт Меликена здесь. Ну, а поскольку мы имеем уравнение для дискретного увеличения, то здесь такой ФИ наша фаза процесса, омега нулевой на t, она ржавится от времени. Омега нулевой константы, то есть тогда t, время, оно непрерывно, пока еще непрерывно. Ну, единицы на q это малый параметр. Но я здесь вот рисую график, вот смотрите, если n по оси y и, допустим, φ по оси x обозначено, то если n дискретно, то сама физика процесса говорит, что и φ должно быть дискретно. Вот такой парадокс мы здесь получили из этой нормировки. парадокс то есть, даже не решая это уравнение, можно сделать вывод о том, что мы приходим к никому парадоксу, который, как говорится, гений парадоксов друг. Вы гении будущие. вот вам и парадокс. Будьте другом этому парадоксу. То есть, смотрите, что мы получили. Криминала никакого не было в данном рассуждении. мы сходили строй закона, который фундаментально подтвержден. Мы также закон величинно оставляли, правда, немного. Здесь, можно, погрешили, но я думаю, что с точки зрения эксперимента не погрешили. А с точки зрения второй, с точки зрения времени, вот у нас и получилось. что дан исходя из классики это никакая не квантовая физика, не общая теоретика, не частная теоретика, это обыкновение классической физики. Это уравнение прибавлений и, соответственно, закон за бескрепностью знания. То есть, вот я бы сделал такой вывод, будучи, как говорится, дилетантом в этом вопросе, я бы сделал такой вывод, что опыт результат опыта меликена о квантовом характере заряда, то есть, заряд квантового величина, непосредственно, если рассмотреть на примере колебательных квантов, то она приводит к дискретному характеру времени. К дискретному характеру времени. То есть, дискретность заряда определила нам дискретность времени. Величину этого дискретного времени вы можете сами легко посчитать. Я здесь не стал приводить. Надо записать уравнение в конечных разностях. Конечная разность очень простая. это n плюс единица, это число зарядов. Соответственно, возбуждающие можно вообще отбросить и рассматривать свободные колебания. И здесь вы получите величину дельта t. Конкретные величины дельта t, которые будут вытекать из этих уравнений количества. Может быть, у меня математики, конечно, которые научились работать с теми которые выражают прерывную величину через непрерывную квантование, как в аналоге силовых преобразований. Но здесь конечно требуется большое распределение. Вот вам пример простой задачи. Что к чему приводит нервировка? к каким важным интересным инструментам. Но не говоря о том, что находя решение, даже считая, что заряд непрерывная величина, мы получим все равно верное решение. Мы получим верное решение. и решение будет у нас с разными величинами. Величиной будет число зарядов и фаза процесса. То есть, естественно, никаких здесь не будет скоростей, не времен на секунду, пикосекунду и так далее, а будут только процессы, определяющие фазы, которые зависят уже и от времени, и от параметров самой физической системы, от ее поливательных параметров. Следует отметить, что данная нормировка, она позволяет ввести в уравнение те величины, полевые величины, волновые уравнения, резонансную частоту, добротность, в основном волновые параметры которые позволят дальнейшим нам при работе со связными контурами выйти на более обобщенные показатели динамики связанной системы. Ну и также, если Бог даст и живы будем, то рассмотрим как нормируются уравнения для цепей. с распределением параметров для электрической цепи, длинной цепи, телеграфные уравнения, как мы говорим. А в дальнейшем, как говорится, в кино замахнемся на нашего шуспира, то есть махнула и попробуем немножко встать хотя бы по коленку в котельнику. по повелению нашего гениального панкара, которому, кстати, в следующем году исполняется сто лет со дня его кончины в 1914 году. после Сальвейского кондеса, который состоялся на моей паре, вы меня поправите по-моему, в 12-м году. После этого Сальвейского кондеса, очень многие выдающиеся физики отошли миром при крайне загадочных обстоятельствах. об этом лекции читает Сальвей. Вы берете там в Литвине Сальвей. Сальвей. Только не соль, а сальвей. И вот этот уважаемый Сальвей, который является секретарем Санкт-Петербургского ученого общества, он читает генерные лекции как раз об этом периоде. О переломном периоде становления современной физики. Большое вам спасибо за внимание, успехов вам и хорошего отдыха летнего. Набирайте сил к новому учебному году, а кто собирается дипломы писать, тому зеленая улица чтоб была, а дипломникам нашим успешно защитить свои дипломные проекты. приступить к работе интереснейшей исследовательской работе, то, что будет ее уникаться. А поле для этого деятельности очень небольшое. Всего доброго. До свидания.